Приветствую вас. Вопрос про отношения. Значит, 7 месяцев назад у автора вопроса начались отношения, бабочек в животе не было, но присутствовала симпатия влечения и интерес, уважение. В итоге все было отлично, меня все устраивало, пишет автор вопроса, по его словам тоже. Своим отношением ко мне он завоевал доверие, у меня начали появляться теплые чувства к нему и привязанность. Но влюбленности не было, хотя я очень хотел сделать его счастливым и развивать наши отношения. Сначала меня напрягал тот факт, что мне не смыть крышу, как это обычно бывает, но потом пришло осознание, что такая форма отношений чувств тоже имеет место быть и мне стало это очень нравиться. Единственная загвоздка в том, что у нас не было интима, первый раз я сама колебалась, а затем, когда дело доходило, он всегда останавливался и говорил, что еще рано или не сейчас, хотя очень хотел. Постепенно он стал охладевать, мы видели, хотя виделись в регуляторе, но в целом общаться стало меньше. Я начала раздражаться на холодность и пренебрежение с его стороны. Пытался несколько раз поговорить спокойно, сначала он воспринимал, но особых изменений не было. Неделю он вел себя очень заботливо и тепло, а другую, как будто мы вообще друг друга никто, но при встрече всегда очень галантен и нежен. На днях я заболела, мы не смогли встретиться в назначенный день. Я предложил ему приехать ко мне, прогуляться около дома, на что он сказал, что это далеко, в скобочках, совсем нет. И вообще он еще договорился с другом о встрече. У меня обмануло, я высказал все, что чувствовал, что я не заслуживаю такого отношения, надоела его холодность, безразличие и отсутствие желания стараться для нас. Я просто хотел от него поддержки и уверенности, но на что получила фраза о том, что я не уверен в наших отношениях, что он не влюблен и не может дать мне ту ценность, которую я заслуживаю. На следующий день мы встретились, поговорить об этом все умеем и объяснилось, что у меня тоже к нему не влюблен, но при этом я чувствую, что у нас все гармонично и отношения развиваются, за исключением активной сферы. Таким образом меня падает самостынка и уверенность, спрашивала, хочет ли он быть со мной, он колеблется и не уверен, просит дать ему время подумать, при этом обнимает и целует. Я девочка очень эмоциональная, все это происходило в слезам и на глазах, но в целом позиция была, моя позиция была, чтобы обоим преодолеть этот этап отношений и стараться для них, мол, я готова. Он сказал, что ему надо подумать, сейчас я в замещательстве, но это он меня так культурно бросил, или реально стоит дать ему время, как мне вести себя вообще в такую ситуацию. Он мне правда импонирует, пишите вы, нам вместе интересно, весело, понимает, что справлюсь, даже если расстанемся, но сейчас я не хочу его потерять, спасибо. Здесь, во-первых, история про вашу неуверенность в себе. То есть, здесь история в первую очередь про то, что вы в себе не уверены, про то, что вы в себе сомневаетесь, про то, что из-за некоторых его действий у вас падает самооценка, как вы говорите, и здесь история про, на мой взгляд, по крайней мере, некоторую проблематику ответственности, личной ответственности, потому что много у вас присутствует, а мы, мы, то есть, моя позиция в том, чтобы нам обоим стараться, и так далее. Вот это вот такое обобщение, но размытие в какой-то степени личной ответственности, ну, вашей личной ответственности, вот. За то, что в отношениях, в принципе, происходит. Как бы, проблемы с самооценкой и уверенностью в себе у вас не связаны с мужчиной, но связаны со страхом близких отношений, хоть вы этого и хотите, но это неизбежно при трудностях с личными границами, а это то, что у вас в достаточной степени размытие, размытие, личные границы, к сожалению. Вот. Это то, что касается, значит, ситуации. Обратите внимание, вы пишете, значит, я колебалась, когда, когда, вот, ну, когда у нас дело доходило до интимы, да, я колебалась. Нет, поймите правильно. Вы действительно можете колебаться. Но тонкость здесь вся в том, что на этом, на то, что вы колебались, вы акцент не делаете. А, условно говоря, предъявляете мужчине, что из-за того, что он к вам холоден и пренебрежителен, у вас падает самооценка. То есть вы прикладываете ответственность на него. И, естественно, таким образом возникает давление на человека, и он уже неуверенен, что хочет быть с вами. Особенно с учетом того, что влюбленности, как вы сами сказали, нет. Одно дело. Общаться с вами. Непринужденно. Как бы, да. Непринужденно. Резло. Вот. И совсем другое. Сближаться с вами и чувствовать, что должен что-то делать. То есть, опять же, одно дело, если человек этого хочет, то есть одно дело, если человек хочет что-то делать. И совсем другое дело, если человек, вообще говоря, не очень хочет что-то делать. Мне кажется, что вот, в данном случае, ну, любой человек имеет право быть с собой. То есть, в каком смысле, в каком смысле, да. Любой человек имеет право быть с собой в смысле того, что, ну, как бы. Если сегодня я чувствую себя, там, таким образом, что не хочу проявлять теплую ласку забыть, я не проявляю. Да? Вот. И если завтра я чувствую себя по-другому, я проявляю. Мне кажется, что это вполне справедливо. То, что описываю тебе, это вот такая зависимость от отношения его человека. Я имею в виду. Я имею в виду. И, соответственно, это одна из основных трудностей. Вот. Ну, вот, наверное, наверное, примерно, примерно, примерно так я бы вам ответил бы здесь. Ну, вот, сейчас, да, с точки зрения психологии, с точки зрения психотропии. Обратите внимание, что вы написали свой вопрос, да, значит, пытаясь понять его и спрашивая, как себя вести в этой ситуации. Ну, я могу задать вам, в какой-то степени, такой, знаете, встречный вопрос. Ведь, как себя вести в этой ситуации, чтобы что? Если вы хотите построить гармоничные отношения, то нужно давать друг другу совершенно точно больше пространства. Потому что сейчас совершенно очевидно, что на человека вы давите. И давите, ну, достаточно сильно. Вот. Если это, то, что вы на него давите, не является тем, чем вы хотите, вот, то модель поведения свою, как минимум, имела бы смысл сменить. На несколько другую. Вот. Понимаете, да, я надеюсь, надеюсь, о чем идет речь здесь. И разобраться в себе, своей неуверенностью, самотенкой, которая падает из-за кого-то вовне. Вот. Вот. Это вот такая история. Ну и тот факт, что у вас, как вы говорите, бомбануло, свидетельствует о том, что, скорее всего, свидетельствует о том, что, скорее всего, вы не совсем искренне были по отношению к человеку, пытались играть какую-то определенную роль. Ну, как правило, это приводит только вот к определенного рода конфликту. Поэтому учиться, разговаривать о своих чувствах, учиться быть, что называется, настоящий учиться быть искренним. Это то, что вам, то, чему вам также необходимо учиться сейчас. Вот. Вот. Потому что в противном случае отношения будут ухудшаться. Вот. Вот. Что касается вопроса, который вы задаете, я боюсь, что ответить на его, на этот вопрос, мы не сможем. Потому что не знаем вашего молодого человека. Мне кажется, что время пока сейчас покажет здесь, что на самом деле происходит. Но если вы станете более терпимой за счет снижения своей психологической зависимости от него, шанс на улучшение ваших отношений гораздо выше будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.